Так торжественно и с чувством кадеты маршировали всего месяц назад, когда вернулись из столицы с победой. О той поездке юноши до сих пор вспоминают, а сегодня поделились неостывшими впечатлениями с мэром Благовещенска. Рассказали, как гуляли по Красной площади и участвовали в брейн-ринге. Мы готовились по Второй мировой войне, а оказалось на самом деле Первая мировая. Но мы не растеряемся, собрав все знания, которые мы получили в школе, применили их и одержали первое место. Похвала главы города приятна и почетна. А сюрприз, который он припас для ребят, оказался еще и полезным. Еще бы, Александр Козлов решил оплатить кадетам новую поездку в Москву. Она обойдется в 266 тысяч рублей. Но отметил, задач перед лицеистами сейчас стоит больше, чем когда-либо. Им нужно не только достойно показать себя на 12-м слете, но и успеть подготовиться к выпускным экзаменам. И, наконец, определиться, в каких родах войск парни хотят служить. Тем более, что брать пример молодым есть с кого. Юрий Викторович Кузнецов, герой Советского Союза, единственный герой на Дальнем Востоке. Прошел Афганистан, награжден звездой за участие в военном боевых действиях. Он вам более расскажет. Мы с ним летели вместе в самолете, давно общаемся, дружим. И я полет в Москву на протяжении 7.40, даже не заметил, как он пролетел. Сам же Юрий Кузнецов посчитал заученные рассказы ребят о поездке скучными. Герои Советского Союза интересовали другие вопросы. Впрочем, глядя на ребят, Юрий Кузнецов признался, вспомнил себя таким же юнцом. Ведь он тоже, будучи 11-классником, участвовал в мозговых штурмах. Причем каверзные вопросы задавал сам. Я задал вопрос. И никто на него не ответил. В результате этого мы получили премию, питательную, конфеты, все прочее, на дорогу нам надавали. Я задал вопрос. Сколько спичек, имеем в виду коробков, в Советском Союзе выпускается в одну минуту? Эти ребята на вопрос ответить не смогли. Признались, больше интересуются танками и оружием. Но поговорить с сегодняшними гостями еще раз будут только рады. От сегодняшней встречи было тоже довольно положительное впечатление. Конечно, хотелось бы, чтобы мэр почаще с нами общался, а не сидел, скучал.